Это была первая в истории маяка официальная встреча генерального директора градообразующего предприятия с представителями бизнеса, руководителями крупнейших озерских заводов. В диалоге приняли участие Николай Волошин, директор промхимаппарата, Евгений Горгунов, директор Озерского завода нестандартного оборудования, Равиль Сафара, директор завода химико-технологического оборудования, Александр Устинов, директор промышленной компании теплообменной технологии и ряд других известных городе бизнесменов-промышленников. Основной лейтмотив диалога между Михаилом Пахлебаевым, генеральным директором производственного объединения «Маяк» и директорами заводов – найти пути сотрудничества и доверия между градообразующим предприятием и бизнес-сообществом Озерска. «Моя задача сейчас – маяк вытаскивать. Просто говорить, давайте, наверное, нет, потому что придется все равно не нам куда-то с пути сворачивать и вам, чтобы как-то совместить эти траектории. Надо, чтобы люди были заинтересованы. Ну, есть такие люди, патриотично настроенные у нас на маяке, а вы-то в своем деле заинтересованы, так что, думаю, должно получиться. Как видите, заказы тут есть». В Озерске сегодня работают 10 заводов, на которых трудятся более 2000 высококлассных специалистов. Озерчане выпускают нестандартное оборудование для металлургической, нефтегазовой и пищевой отраслей, а также выполняют сложные заказы «Росатома». Все образцы продукции не уступают по своим характеристикам и качеству зарубежным образцам. А цена в два раза ниже. Только один пример. В 2015 году Уральский завод химического и нестандартного оборудования из Озерска по программе импортозамещения выполнил большой заказ для нашей промышленности и вытеснил в своем сегменте с российского рынка итальянский бизнес. «У нас действительно надо развивать в том числе кооперационные связи. Если не может приборно-механический завод освоить миллиард рублей, я в лучшем смысле имею в виду не может освоить, давайте мы ему поможем. Что-то мы завальцуем, мы приготовим корпусные детали, мы их просветим, мы их заварим, мы не будем влазить в ноу-хау и отдадим элементами. ПМЗ завершит сборку, докрутит, доварит, допрессует и продаст. Но во всяком случае эти сроки сократятся значительно». Директора промышленных предприятий Озерска предложили несколько конкретных направлений сотрудничества с МАЭКО. По итогам встречи создана постоянно действующая рабочая группа, которая будет координировать совместную деятельность градообразующего предприятия и Озерского промышленного бизнес-сообщества. «Научиться перерабатывать различные виды отработавшего ядерного топлива – это задача, которая стоит перед радиохимическим заводом производственного объединения «МАЭК». На стенде по отработке технологии переработки кассет реакторов АМБ идет очередной этап испытаний. Сложность проблемы в том, что длина кассеты с тепловыделяющими сборками отработавшего ядерного топлива – 14 метров. Найдено новое техническое решение, которое проходит по этапным испытаниям. «Чтобы проверить технологию разделки, был создан этот стенд. Для этого были спроектированы имитаторы АТВС. Они были изготовлены на ВГУППО «МАЯК» все полностью. Для этого были изготовлены кассеты, макеты кассет. Сам проект создания стенда, он, конечно же, уже реализован. Сейчас проходят на данном этапе испытания. Испытания, значит, уже проходят третий этап. Я думаю, что мы все равно будем и дальше дорабатывать, что-то технологию усовершенствовать. Но сейчас уже можно сказать, что мы добились разделки кассет». В опытном цехе сооружен бассейн, который представляет собой макет действующего производства. Персонал на мониторах следит за тем, как идет процесс разделки сборок. Учитываются все технологические параметры для дальнейшего совершенствования технологии. Помимо того, что надо отработать технологию, должна быть обеспечена и безопасность персонала. В информационном центре производственного объединения «Маяк» состоялась встреча генерального директора предприятия Михаила Пахлебаева с бойцами Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом-2015». Вот и подходит к завершению двухмесячная работа студенческих строительных отрядов на объектах производственного объединения «Маяк». Официальное закрытие стройки состоится 24 августа. Бойцы студенческих строительных отрядов завершат работу на градообразующем предприятии 31 августа. Таковы условия договора. 27 вопросов были заданы студентами Михаилу Пахлебаеву за полтора часа. Молодых людей интересовали как глобальные перспективы развития атомной отрасли, так и вопросы личного характера. Как можно стать работником производственного объединения «Маяк» и влиться в единую команду атомщиков. Причем вопросы трудоустройства на градообразующие предприятия «Озерска» были доминирующими. Забы, очень много молодых, когда едешь на работу, много молодых людей, видишь, молодых специалистов, я так понимаю. Как вот «Маяк» берет сразу после института, после окончания института на работу? Я сразу скажу, что берем. У нас даже сейчас практику проходили или уже закончили. В Томске 25 человек мы специально позвали сюда, чтобы так сработать, чтобы они у нас и остались. Даже вот такие варианты есть. Поэтому берем, особенно по нужным нам специальностям. Бойцы Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом-2015» впечатлены масштабами строительства, технологичностью и высоким профессиональным уровнем специалистов атомной отрасли. После полутора месяцев работы на «Маяке» у многих студентов появилась, а затем укрепилась мысль приехать работать на «Маяк». Некоторые студенты у нас сейчас на третьем-четвертом курсе, то есть они выпускаются и будут выпускаться. И непосредственно им нужно место работы. «Маяк» – это как раз непосредственно очень хорошее место работы, очень престижное, очень интересное. Сегодняшняя встреча именно нашим ребятам дала, я так могу сказать, такой толчок, именно толчок информации в нужное русло. Я обучаюсь на специальности инженер-электрик, заканчиваю университет в этом году. И, в принципе, когда нам сказали, что будет организована встреча непосредственно о работе «Маяке», у меня очень сильно загорелись глаза. То есть это, в принципе, большая возможность трудоустроиться непосредственно после вуза и уже иметь возможность работать на таком предприятии, как ПО «Маяк». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!